2016 год был очень тяжелым годом для нашей экономики. Особенно первое начало года. Первое половина года 2016 года был очень тяжелым. 2016 год в этом смысле будет гораздо более приятным. Во-первых, мы можем ожидать, что уже где-то с последних чисел января, где-то 23 января по 29 июня начнутся массовые отмены санкций. То есть они будут не глобально отменены, а явочным порядком кто-то по очереди разный товарищ. Не то, чтобы, грубо говоря, нам это радует. Не то, чтобы нам это нужно было. Просто на самом деле они будут отменяться не потому, что, грубо говоря, кто-то решил, чтобы мы котросанкции отменили. Вовсе нет. На самом деле они будут отменяться по той простой причине, что людям необходимо парковать свои деньги. В условии, когда у нас полмира охвачена экономическим кризисом, российская экономика среди развивающихся, она одна из наиболее привлекательных. Соответственно, грубо говоря, необходимо, чтобы очень многим людям, которые хотят сохранить свои деньги хотя бы, желательно куда-то их запраковать, чтобы они там где-то крутились, приносили какую-то прибыль. Российская экономика, это выводство очень выгодное. И сама ситуация, когда Россия находится под санкциями, она на самом деле очень много кого устраивает. Потому что в этой ситуации сюда могут прийти, но не все, а только те, кто по звонку. Ну или там по личной договоренности с кем бы то ни было. Соответственно, когда возникает такая ситуация, когда хорошие люди могут парковать свои деньги, а все прочие не очень. Это на самом деле всех очень радует. И все, на самом деле, уже морально готовы к всему этому. К во всем этом поучаствовать. Ну, веселье. Поэтому можем сказать, что где-то в ближайшее время нас ожидает достаточно большой приток денежек. Значит, мало того, скажу, что примерно текущий период, большой глобальный период, который сейчас существует у нас в России, он должен примерно в 2021 году смениться на период достаточно такого устойчивого внутреннего роста. Потому что к тому времени у нас наконец-то зачистят беспредельщиков. Причем беспредельщиков в первую очередь во власти, скажем так. Не те, которые там уже коммерсов, да? А как раз те, кто у этих коммерсов деньги берут. Правильно, неправильно. Вот. И после чего, примерно в 2021 году програнируется, что будут выданы некие общие правила о том, как мы будем дальше жить в стране. Ну, в общем, после чего, вы знаете же, на самом деле, нормальный коммерсант, он на самом деле ему хочет просто, на самом деле, всегда у государства только одного. Ребята, правила объясните, по которым работаем? Правила такие. Ну, хорошо. Будем жить так. Правила другие. Вы только правила в процессе этого всего, дело не меняете. У нас проблема сейчас, которая существует у нас в экономике, то, что эти правила меняются достаточно произвольным образом. Порой. Типа, а давайте мы еще обратим внимание на мелкий бизнес. Мелкий бизнес говорит, что, ой, ребята, а может не надо? Ну, он говорит, надо, Федя, надо. Я обращаю. Ну, и все, как бы. Мелкий бизнес у нас исчезает. Период непосредственных инвестиций, которые, как бы, сейчас у нас есть, он должен примерно, как бы, вот, смениться. Примерно до 15 сентября у нас будет просто рост чего-то там, каких-то там инвестиций, приход денег. И это можно сказать, что это будет происходить между январем, концом января и середины сентября следующего года. Дальше, грубо говоря, этот период, этот период, как бы, вот он перейдет в то, что, в общем, что у нас, опять-таки, на сцену вылезет государство в той или иной форме. Я уж не знаю, в какой именно форме, но как-то оно вылезет, да? Ну, опять-таки, оно, опять-таки, это оттуда, опять-таки, саму страница, опять-таки, где-то в конце октября. То есть, где-то вот периоды между сентябрем и октябрем, как бы, ну, будут какие-то определенные государственные такие приколы, а в все остальное время, как бы, ну, постепенно, как бы, бизнес, как-то и коммерс, значит, потихоньку поднимать голову. А мы все знаем, что, в общем, что в процессе такого поднятия головы, ну, экономик у нас оживает потихоньку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok